так сегодня значит они будут говорить про про что у нас про прогресс про рейды про квесты и про другую интересную информацию и нон-линеарный лей-аут. Мы слышали о том, что мы тоже любим старый War 2, мы любим Icecrown Citadel, такой лей-аут. Есть много, что говорится о том, что мы делаем эпичный рейд и так далее. Вот. В данный момент человек рассказывает, что они стараются сделать как можно больше интересный рейд в следующем дополнении. Вот. И нам, скорее всего, рассказывают про то, как же попасть в новое подземелье. Так, вот первый концепт, как выглядит один из рейдов, как вы можете заметить, это какая-то фабрика по производству чего-то. Сейчас нам показывают, естественно, карту, как это будет приблизительно выглядеть, куда нам надо будет ходить, убивать, зачищать. Точнее, это завод, где разрабатываются оружия, тяжелая техника. Допустим, вот здесь вот есть, показывается техника сама, вот здесь производство ее идет. Здесь у нас главная кузница, оружие, где все плавится. И те, кто играли в ванилу, они, скорее всего, помнят одно из первых подземелий Black Rock Spire, не знаю, как будет по-английски, и там-то как раз-таки оттуда все идеи были подчерпаны. Точнее, вы сможете найти там сходство с этим новым рейдом, когда вы будете играть в дополнение. Также мы хотели избавиться от линейных рейдов, где обычно должны убить этого босса, затем второго, и тогда он только откроется третий. Мы играть сейчас, задумываемся, как же от этого избавиться. Допустим, у того же гороша остался тот же концепт, что вам надо вначале все зачистить, и потом уже вы попадаете в ту или иную комнату к следующему боссу. Вот. Теперь же поговорим о рейдовой локации чуть поподробнее. Если посмотреть просто на цифры, которые есть сзади, новый патч под кодовым 6.0, и у нас будут следующие рейды. Как обычно, рейдфайндер будет, то есть поиск подземелья. Затем обычный режим героический и мистический. Я пока не знаю, что это такое. Вот. И что-то они про флекс говорят, я не уловил пока. Вот. И для каждой группы игроков для вас по-прежнему останутся все трудности, все затруднения. Допустим, если же вы состоите в хардкорной гильдии, для вас в новом дополнении будет чем заняться, для вас будут и героические режимы. Если же вы обыкновенный игрок, кто любит просто в флексе погонять или в поиске рейдов, это тоже останется. Так что, говорит, не беспокойтесь. Вот. Теперь же вы можете рейдить в героике со своими друзьями на разных серверах. Теперь это будет доступно сразу же после запуска данного патча. Точнее, не патча, а дополнения. Вот. И будут дополняться все больше кроссплатформенные фишки, что если ваши друзья даже на разных платформах находятся, вы все равно будете с ними всегда играть. Теперь же поговорим о сложности. Теперь все границы будут стерты. Если же раньше, чтобы попасть в героический режим, вам в начале надо было пройти обычный режим, в следующем дополнении этого не будет. Вы теперь можете сразу идти в героик или же просто начать нормал. То есть, как вам угодно. Даже если вы состоите в гильдии, где делают только героик, вы можете взять друга, который ни разу там не был, и ему не нужно будет перепроходить героик, чтобы, допустим, его взяли туда. М words,How Toаз0. Что такое заканчивая локалаも может быть в локалах. Что-то, что ты можешь уйти в бас-басе, хотя бы не дешевле зеленый, и с вы無言ами, что это не дефолты. Но вы таки не удалось им hin. Если вы хотите помочь вам захватить его членов, если вы хотите уйти в локацию в jurоке, подсвятить вас в локации. Вы не сможете потudo сквозить твой. Вы не сможете лотить на него. Сейчас говорят про Flex, по-моему, повторился, что, допустим, данная ситуация, если вы один раз уже зачистили Flex, вам неохота идти второй раз туда, потому что вы не можете брать еще раз лут с этого же босса. Вот, но я не знаю, зачем это он рассказывает, потому что я думал, что он сейчас скажет, что если уже были во Flex, и вы убили одного босса, вам еще раз может выпасть какой-нибудь лут. Вот, теперь же поговорят о передаче вещей между героическим и обыкновенным режимом. Теперь каждый раз, когда будут сбрасываться вещи, они будут делаться это более по-умному. Вот, еще раз повторюсь, лут теперь будет падать умнее, чем было-то прежде, хотя это каждый раз они говорят, и порой выпадает одна и та же шмотка, которая уже есть у кого-то из игроков. Вот, но здесь почему-то очень скучно, они очень много говорят, я не могу все подряд переводить. Ты здесь, человек. Да, я тебя внимательно слушаю. Ну просто я теряюсь, он как-то, нет у него конкретики. Он все говорит и говорит. Ну хочешь, можешь передохнуть, я поговорю про то, что творится в Диабло сейчас. Ну вот, ну давай я просто тоже на Диабло переключусь, сейчас посмотрим, что там. Ну вот, там на данный момент демонстрация как раз идет. Да, здесь идет демонстрация новых анимаций и способностей данного класса. Ну вот, сейчас нам покажут мульт, мы удачно переключились про Круссейдера. Давайте еще посмотрим, как он в бою себя ведет. На лошади видел, он сейчас пробежался? Ага. На агра у меня оба окна открыты. Как говорится, стараюсь и Диабло постригнуть, показать что-то, и Ловку. Ладно, вернем на Ловку. Вот, ему сейчас все поаплодировали, я даже не успел понять про что. Но он сейчас рассказывал в основном про то, что кросс-платформы, и будут больше возможностей, чтобы у вас не было препятствий перед тем, если один друг на другом сервере, а вы на другом. Вот, теперь давайте про квест поговорим. Как вы только вступите на территорию, вам сразу будут идти на данный квест, и если вы же их читаете, а не просто выполняете, вам будут рассказывать про историю данного дополнения. И в каждом регионе, где вы будете делать квесты, там все будет все подробно расписывать, как же они в сети, как же вся история интегрируется в тем или иным островом. Вот, и теперь квесты поменяли немного свое направление, у вас теперь есть больше выбора, вы можете делать одну цепочку, делать параллельно и перешагивать через определенные квесты, чтобы вам... чтобы вам было интересно, так сказать. Но, мне кажется, на данный момент это уже и существует в игре. И теперь, когда вы будете проходить квесты, вы заметите, что квесты не будут скучными, постоянно будут динамические сцены, где вы будете принимать огромное участие, то есть, они будут сделаны как под фильм, вот, и во время этих динамических квестов вы можете видеть, допустим, историю, что здесь случилось, допустим, или как босс дрались на этом месте, или какое-то событие огромное происходило в этой локации. Вот, и когда вы будете проходить, вам это будет намного больше нравиться, и именно вот в данном дополнении это будет как-то интереснее, нежели в прошлых дополнениях, где было не очень много таких динамических квестов. Вот, и благодаря таким динамическим квестам вам будет все больше и больше хотеться проходить ту или иную зону и смотреть, что она из себя представляет. Вот, сейчас он рассказывает, что в каждых своих городах будут небольшие фишки, на которые вы должны будете обращать внимание, и эти маленькие вещи, они будут вам запоминаться и нравятся. Вот, не думайте, что маленькие эти детали, они будут прям везде и повсюду, но каждая локация будет иметь свою изюминку. Теперь поговорим немного про награждение в квестах. Иногда вам выпадает синька, иногда эпик. Вот, и теперь мы как бы думали, какие же все-таки вещи вам больше давать при выполнении того или иного квеста, и мы решили, что пока же таких вам в этом не расскажем. Теперь нам показывают переработанный журнал заданий. Вот так он теперь будет выглядеть. На мой взгляд, очень удобней стал. Вот, и в этом журнале даже иногда будут такие подсказки, что, допустим, данный квест содержит достижение, если вы его выполните, и оно у вас получится. Вот, так же, как и в сейчас старой версии, вы можете заметить, что на карте есть отметки, куда вам надо идти, или, допустим, если вы выполнили в определенной локации все квесты, вы можете увидеть на карте, куда вам нужно идти, и где взять следующий квест. Ну, вот такие огромные восклицательные знаки. Что мы опять его поднимаем? Кого? Максимальный уровень? Ну, да. Вот, и поскольку новый аддон, новое дополнение, естественно, говорит, что персонажу надо новый уровень, поэтому каждый раз мы его поднимаем, и это не исключение для данного дополнения. Дополнение. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, некоторые... Некоторые хорошие опыты мы переняли из Пандарии, допустим, когда вы выполняли определенные цепи заданий, и там был небольшой ивент, который рассказывал вам о истории Пандарии. И тот же самый опыт мы переняли в новое дополнение, где вы сможете увидеть, чтобы вам было интереснее играть. Вот, и иногда вы даже будете встречать очень длинные квесты, которые будут очень веселые и интересные для выполнения. Также сама атмосфера будет, естественно, эпической, и вам будет нравиться это выполнять и делать. Вот, и, естественно... Вот, сейчас нам нам сейчас расскажут про одну из территорий. Вот, мы продолжаем тему квестов, какие у нас были новые задачи, как мы должны все ее переработать и улучшить, потому что вы, говорит, больше времени посвящаете именно прокачать своего персонажа, получить больше опыта, и у нас присутствуют небольшие новые идеи, эксперименты в данном направлении, как квесты. Вот, вчера мы, говорит, рассказывали о системе новой, в первом дне, кто с нами был и слушал. Сейчас мы, говорит, продолжим. Рассказывают теперь побольше о ферме, которую мы вчера с дезертиром обсуждали. Сейчас более детально и подробно мы об этом поговорим. У вас есть главное здание, потом сама ферма, чувак, который умеет рыбачить и добывать минералы, то есть, допустим, тот же металл. Вот, естественно, чтобы прогресс был быстрее, вам как можно нужно больше работников, и в каждой, допустим, из кузнец вы можете выбрать ту или иную профессию, допустим, алхимик, инженер, начертатель, швея и прочие профессии из игры. Вот, вчера также они упоминали, что, допустим, если у вас есть две основные профессии, а вы хотите еще одну выучить, не теряя одну из двух, теперь это можно будет сделать вот на этой ферме, у вас будет человек, точнее NPC, которого вы будете прокачивать, и с помощью этого NPC-шника вы сможете сделать ту или иную вещь себе. Теперь мы поговорим про здания, про постройку зданий, где вы можете, допустим, охранить своих животных, если же вы охотник, или, допустим, сделать своим домом, чтобы вы могли туда телепортироваться. Вот, и это, как бы, уникальное здание, которое вы можете сами строить. Другие здания, как сказать, большие, бараки. Каждый из этих зданий имеет бонус. Зданий очень много, это башня магии, академии и прочие подобные. Давай, чувак. Ну, сейчас, подожди, я слушаю, они как-то частями говорят. В этом здании вы, естественно, можете тренировать свою армию, и, естественно, они могут работать на вас. И чем больше их, тем больше наград вы получаете благодаря им. Вот, у каждого здания есть уникальный апгрейд, как повторюсь, из вчерашнего дня они нам сказали, что есть три степи эволюции. Вот, и чем лучше у вас эволюция здания, тем лучше у вас будет добыча того или иного предмета или направления, в котором вы развиваете то или иное здание. Вот, сейчас нам показывают сам интерфейс, журнал, где вы видите, как эту всю ферму развивать. Давай, чувак, ты ферму играешь. Я не имею в виду. Я ферму не играю. Это ты, кстати, ферму выращиваешь свою. Вот. И сейчас нам покажут, как мы можем... обновлять, точнее увеличивать определенные вещи. Допустим, если вы нашли питомца, вы его можете увеличить и взять этого питомца, отвезти на определенное здание и прокачать его. Те, кто играют в покемонов внутри Варкрафта, они знают, что это очень долгое и нудное дело. Теперь же вы можете своих питомцев тренировать вот на этой территории, на этой ферме. Да, для начала эту ферму надо построить. Да, надо построить и как бы прокачивать. Да, ну, кстати, это довольно большой плюс, на самом деле. Вот. Теперь же, когда вы прокачаете свою ферму до третьего уровня или, допустим, определенного здания, тогда у вас открываются возможности, что вы можете выбрать определенное направление этого здания и немного изменить внешний вид. То есть, потратив еще немного своего свободного времени, чтобы вы не выходили из нашей игры. Вот. И, допустим, когда ваше здание уже третьего уровня, это не значит, что вы достигли топа, вы все равно можете сделать его еще чуть-чуть лучше. У каждого здания, у которого есть своя специализация, к нему прикреплен NPC, которого вам тоже необходимо прокачивать. И благодаря этому вам данного NPC-шку надо как бы заботиться о нем. Чем больше на вас работают таких NPC-шек, тем быстрее у вас, естественно, растет прогресс. И эти следователи... Не, не следователи. Как фоллоуэр по-русски? Последователи. Ну, последователи, ладно. Они как бы вам быстрее делают прогресс. Также эти последователи могут работать на вас и приносить вам определенный доход в определенной профессии. Допустим, если у вас много NPC-шек работают на добыче угля, ну, грубо говоря, тогда вам не надо самому это делать во время прокачки и полетов. Вы пришли к нему, взяли минералы, которые вам нужны, и вы в шоколаде. Теперь же нам показывают, какая разница между зданием 1 и 2. Допустим, тир 2 у здания там дают дополнительные плюшки, плюс 15 к чему... А, ну, к примеру, я сейчас скажу, отбалдует, что он на 15% быстрее восстанавливает здоровье, там на 5%, к примеру, быстрее добывает и прочие вещи. То есть, чем выше у вас здание, тем быстрее NPC-шники внутри работают. Вот, теперь же нам рассказывают про какие-то способности. Допустим, внутри здания есть 6 внутренних обновлений, и чем быстрее вы эти обновления откроетесь, тем быстрее у вас будет добыча. Ну, допустим, как же и сейчас. У нас это на ферме, в Пандаре, когда вначале вам дают 2 грядки, через определенное время, когда вы получите определенный опыт с фракцией, вам дадут еще 2 дополнительные грядки. И вот все в таком роде на этой ферме, в следующем дополнении. Вот, допустим, показывают карту, и видите, у каждого здания есть своя профессия. Вот, теперь же смотрите, когда у вас есть своя территория, ферма, у вас есть ваше здание, и у вас есть свой раб. И каждый день, естественно, вам надо ему давать задачи, чтобы он работал, чтобы он не бездельничал, не зря ел свой хлеб. Поэтому, говорит, мы придумали для вас сценарий, где вы принимаете активное участие со своими NPC-шниками, и за счет этого они не, так сказать, не проводят время зря, и вы добываете для себя хорошие плюшки. Вот, в чате тоже пишут, что каждый день запарился поливать эти грядки, и я тебя полностью понимаю, потому что я это тоже делаю. А еще, говорит, ты фирмой не занимаешься. Не, но я сейчас хочу готовку прокачать до шестотого уровня, и мне надо это делать. Это дело называется кулинария. Кулинария, хорошо. Вот, здесь нам показывают специализации каждого NPC-шника, и у негошние таланты, и уонные, можно так сказать. Вот, и, естественно, для каждого NPC-шника есть легкие, чуть сложные, средние и сложные задания. Допустим, по цвету, как вы уже привыкли видеть, зеленые, желтые и красные. Чем сложнее задача, тем больше, естественно, лут вам, и все в этом роде. Вот, это все, что мы хотели рассказать про нашу ферму. Вот, и поскольку это новая система, которую мы вводим в дополнение, мы старались сделать, чтобы, когда вы приходите на свою ферму, чтобы вы видели, допустим, если вы заходите в шахту, вы видели, как ваши слуги работают, заняты делом, что там кипит жизнь, бурлит, что вы не зря вкладываете свои силы, время и, естественно, деньги. Вот, теперь уже поговорим о коммуникациях в самой внутри игры. Как можно больше акцентировать свое внимание, чтобы вы играли со своими друзьями, потому что играть с друзьями, это всегда веселее, чем со случайными людьми. А постримить с ними еще веселее. Во-во, а поубивать Альянс или Орду еще веселее? А побегать за плиточками шоколада еще веселее? Неужели ты начал говорить, чувак? Мне это немного панелит становится скучно. Ну, как бы там проблема в том, что и Диабло, и это примерно болтовня. Да. Но в Диабло хотя бы чаще все показывают. Так, побыстрее бы уже пришли к нам герои. Я фильм хочу увидеть. Ну, я на героев тоже согласен. Нам еще это минимум стримить 25 минут. Нам еще это минимум стримить час до фильма, насколько я знаю. Нет, через полчаса начнется информация про героев. Так, у тебя лаги есть на стриме или только у меня? Видимо, только у тебя обновили, потому что иногда бывает, они теперь начинают. Только все страницы, которые ты посмотришь. Так, ну-ка, сейчас. Не, ребят, ну зачем обижать людей? Пусть смотрят на здоровье хоть где-то. Так, кстати, насчет записи. Запись будет на основных наших каналах, насколько я понимаю. Да, постараемся мы ее выложить, только не сразу. Так, сейчас я быстренько закрою стрим. Так, сейчас нам рассказали про то, что... Теперь вы можете находить группу свою между серверами, то есть про технологию кросс-сервера. Она будет более улучшена. Теперь вам... Это не составит труда найти быстренько группу, сделать определенные квесты и пробежаться по, допустим, сценариям или подземельям. Теперь же есть дополнительные бонусы. Если вы, допустим, проходите с другом подземелье, вам дается определенный процент больше... Как эти называются? Опыта. Не, не опыта, а награды. Эмблемы. А, эти? Ну да. Вот, если же, допустим... В общем, они стакаются. Да, они стакаются. Так, теперь поговорим про качку. Нет, это 10 левелов. Да, это 10 левелов. Сумасшедшие. Очень сумасшедшие. Вот, мы, говорит, хотим, чтобы, когда вы прокачиваете свои персонажи, это не казалось скучным, но это было интересно. Это они каждый раз повторяют. Ну да. И каждый раз у них это не всегда получается. Да, это... Особенно в Пандарии. Это никогда не получается. Но мы хотим, чтобы вывести так много новых способов. Мы не думаем, что это будет хорошая опыт. Мы получаем 10 новых кнопок, которые вставят на вашу бар. И мы, говорит, хотим сфокусировать ваше внимание, чтобы это, естественно, было весело, и поэтому мы будем добавлять определенные заклинания, которые же не будут вас путать, а те, которые вам именно нужны для прокачки. И теперь, когда вы будете прокачиваться с 91 уровня до 100, каждый раз определенный уровень, вы получаете баф, который увеличивает, допустим, то или иное заклинание в вашем классе, чтобы вы быстрее, допустим, убивали. И при этом пользовались каждым из заклинаний. Да, пользовались, спасибо. Вот. А иногда мы вообще, говорит, будем давать вам в руки имбу, чтобы... Чтобы вы прямо летели по уровням. Чтобы вы летели, и вам это вообще в удовольствие было. Ну, короче, своеобразные читы для вовки. Да, читы для вовки, чтобы вы не уснули. Причем официально. Вот, к примеру, нам сейчас покажут святость и таланты какие-то. Допустим, начертания, святость, как ты уже сказал. Это пассивка, ассасинайшн, это весело. Вот, и... Плюс 35 к дамагу фаеру. Да, да. Ну, теперь поговорим о предметах. Вот, и у нас, говорит, были ситуации, когда мы даем вам какую-нибудь офигенную шмотку, но вы не пользуетесь, потому что она вам уже не нужна, а квесты вы уже выполнили. О, как. Что? А, понял. Ну, ты как-то... Молчу, если ты понял, переведи, значит, я не понял. Я понял, если я не знаю, как это перевести. Вот, каждая шмотка, которую вы будете получать, у нее будет образовываться определенный бонус, который вы будете использовать, и она вам будет служить верой и правдой до следующей, естественно, шмотки, пока она не произойдет, не будет лучше, чем которая уже у вас. Вот, сегодня, вы, говорит, помните, что вчера мы говорили о новой системе, как мы очистим ваши запылившиеся рюкзачки, сегодня мы немного тоже про нее расскажем. Убрали две статистики из игры, я не знаю, как это было. Удары и хиты. Доджи, да, уклонение. Экспертизу. Да, это... Уклонение, планирование. Вот, теперь же это будет, видать, скорее всего, статы по умолчанию, которые вы даже не будете видеть. Рефорджинг, это перековка, когда вы, допустим, можете обменять дух на интеллекции, ну, я грубо говоря. Вот, допустим, если вы получаете новую шмотку, и, чего делаете первым делом, вы смотрите на ее стат и перековываете ее. Вот. И теперь же, что с этим будет?